Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий библейский вопрос. Что означает дар Божий говорить языками? Действительно, в Древней Церкви был такой удивительный дар. О нем говорит апостол Лука в своей книге «Деяния апостольских. Дары языков». Этот дар быстро прошел, как и многие другие дары, которыми обладали члены первохристианской общины. Почему? Можно долго размышлять. По-видимому, для того, чтобы Церковь в первые годы своего существования распространялась стремительно, среди народов, способных воспринимать только какие-то знамения, какие-то чудеса, и веру через видимое проявление этой веры, а не просто на словах, не просто через тексты Священного Писания, который мы сейчас с вами читаем. По-видимому, эти дары нужны были как никогда. И ситуация сводится... Мнение святых отцов сводится к тому, что это дар уметь говорить на тех языках, к которым была обращена апостольская проповедь. Есть еще один момент. Некоторые считают, что, возможно, апостолы говорили так, как их мама научила, но каждый из слушающих слышал их проповедь на своем языке. То есть понимал ее, принимал ее. И это было удивительно. Притом, возможно, для тех... Возможно, что не все это слышали. Не все понимали, потому что, когда апостол Петр сказал свою знаменитую проповедь в день схождения Духа Святого, некоторые говорили, что он вообще говорит. Что они напились, что ли? Так еще только утро. Кто же утром пьет-то? Не бывает такого. Вечером обычно напиваются. То есть для кого-то их слова действительно были некоторым бормотанием. И уже буквально через некоторое время апостол Павел напишет, что о смыслах в ваших дарах говорения языками, когда вас не понимают, когда необходим человек, который будет вас толковать. Поэтому были и пророки, были люди, которые говорили иными языками, но были люди, которые переводили эти слова окружающим. Уже возникли какие-то недоразумения, и этот дар потихонечку сошел на нет, как и многие другие дары первохристианской общины. Протестанты манипулируют этими, говорят, вот все они растеряли, но мы нашли. И особенно пятидесятники, неопятидесятники, считают наличие вот этой голосолалии в свидетельство Духа Святого. Но на этих родениях говорит что угодно, но на совершенно непонятном языке. Никто ничего никогда не понял, что в них говорится. В этом нет никакого миссионерского смысла. Когда ученики Христова этим даром обладали, они приводили в церковь огромное количество людей. Это был все-таки дар, умение говорить на понятном языке. На этом и закончим. И надеюсь, что никакие протестантские манипуляторы вас в свои секточки не затянут. Говорят, что вот-то мы на языках говорим, а вы не говорите. Вот у нас Дух Святой есть, а у вас нет. Нет, это все на самом деле уже практически беснование, хотя большей частью просто умела работа с использованием разных психотехник, с людьми, с тонко-душевной организацией. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.